И так, друзья, перед нами Нижнее Приморское шоссе. С той стороны Питер, с той стороны Приморск. После озерков начинается такой вот лесной участок шоссе, на котором есть два старых дота времен Финской войны. Вот мы остановились около одного из них. Сейчас подойдем поближе и осмотрим его. Вот вы видите, перед нами вот эта вот горка. Это и есть взорванный дот. Краеведы здесь установили памятную доску. Сейчас подойдем, почитаем. Вот видите, вот такие стены были у этого дота. Из земли торчит арматура, остатки бетона. Вот, для примера. Укрепленный район Инкеля, линиям Энергейма, строился в период с 1931 по 1937 год. Вот здесь карта есть. Черными шестиугольниками помечены оборонительные сооружения. Мы сейчас находимся около дота номер шесть. Как здесь написано, дот номер шесть представлял собой бронированное одновременное сооружение с тремя казематами для пулеметов Максим. Гарнизон располагался в паттерне с колодцем и печью для обогрева. Также была система принудительной вентиляции, водопровод для охлаждения пулеметов, карбидные лампы для освещения. Всего в подземной крепости могло разместиться 30 солдат. И вот здесь расписано про попытки советских войск атаковать этот укрепрайон. Первый штурм укрепленного района был предпринят отрядом Лазаренко при поддержке трех танков Т-28, взвода лейтенанта Грустева. Он закончился провалом. Первый танк был расстрелян противотанковой пушкой при подходе к мосту. Второй подорвался на фугасе и был полностью уничтожен взрывом. Третий танк подбит из противотанковой пушки и загорелся. Вот здесь есть фотографии героев, которые участвовали в этой атаке. Вот здесь даже краеведы сделали историческую такую фотографию с привязкой к старому фото этой местности. Так, эта атака была 13 декабря 1939 года, а с 5 по 15 февраля 1940 года был второй штурм укрепленного района. К этому времени отряд полковника Лазаренко был развернут в 42-ю стрелковую дивизию. Вот здесь и есть история второй атаки наукояп район. Генерал-майор Лазаренко был обвинен в том, что не обеспечил взвод своей дивизии, а отвод, вывод своей дивизии из крепости, из Брестской крепости, и был осужден на 10 лет исправительных работ. В 43-м был освобожден из лагеря, восстановлен в воинском звании и погиб в 44-м году, освобождая Белоруссию. Посмертно был награжден звездой Героя Советского Союза. Лазаренко – один из четырех военнослужащих, который удостоился всех степеней Георгиевского креста и высшей награды СССР, звезды Героя Советского Союза. Вот такая история людей. А мы пойдем дальше. Поднимемся на этот холм и посмотрим, что осталось от Дота. Сейчас здесь красиво, птички поют. Вот что осталось от Дота после взрыва. Вот такая гигантская воронка. Долго еще память этой войны будет сопровождать эти места. Это, похоже, вентиляционные трубы, печные трубы. Вот видите, какие ямы остались после взрыва. Люди помнят, носят цветы. Лежат гвоздики, искусственные цветы кто-то принес. Так. Здесь достаточно крутой обрыв. Сейчас мы вокруг обойдем. Посмотрим. Я вас сориентирую. Советские войска наступали вот оттуда. Вот оттуда наступали. Вот в ту сторону лицом и развернут этот Дот. Так, ладно. Рискнем спуститься вниз, чтобы увидеть стены этого каземата. Вот, смотрите. Представляете, какой был взрыв здесь? Что разворотило так Дот. Вот это стеночки. Так. Аккуратно спускаемся на землю и идем ко входу. Вот входная дверь. Ничего себе. А здесь, смотрите, какая арматура в бетоне. Обалдеть. Вот вход. Я не знаю, вход-выход или... Туда, конечно, лезть. Сейчас я не полезу. Фонарь тоже здесь не справляется. Сейчас отойду подальше, чтобы видно было. Вот такой вот вход в Дот. По бокам такие шпильки стальные с остатками резьбы. Видно здесь что-то было закреплено. Не знаю, ворота, пулеметы, пушки. Так. А теперь давайте сходим, посмотрим. Видите, этот Дот находится на такой возвышенности. Но перед Дотом всегда была заградительная полоса. Пойдемте посмотрим, что от нее осталось. Спускаемся с горки. Идем вперед по лесу. Ох, какая красота! Брусничник, черничник здесь. Здорово. Как нам пройти и никуда не провалиться? Вот, заодно можете оценить работу стабилизатора, с которого я снимаю. Вот, вот. Мы приближаемся, друзья. Приближаемся. Вот. Заградительная полоса. Так, как нам лучше ее посмотреть? О! Следы лосей. Вот. Вот, три линии гранитных валунов. Смотрите. Вот эти три линии идут от самого Финского залива, похоже. Прикрывая эти доты. Ко второму я потом вас подведу. Сейчас я найду место, откуда перспектива этой линии видна. Ох ты, сколько стволов уже попатало. Вот, смотрите. Вот так вот и идет. Это заградительная линия из гранитных валунов. А перед этой линией был вырыт ров. Сейчас он превратился в черную речку. Но вот он, противотанковый ров, в который скатывались танки и не могли выбраться наружу. Вот это все осталось с финской войны. Так, еще раз, друзья, ориентируемся в пространстве. Значит, советская армия наступала вот оттуда. Вдоль, по берегу Финского залива. Сейчас здесь идет нижнее шоссе, которое мы перейдем. И немножко углубимся в этот вот лесок. Там стоит второй дот. Вот, смотрите. Вот первый на пригорочке. А мы уходим ближе к берегу. Здесь буквально меньше 100 метров от дороги. Видны остатки второго дота. красота. Красота, тишина. И не верится, что когда-то здесь шли страшные бои. вот. Вот. Мы с вами подошли ко второму доту. Сейчас обойдем вокруг, посмотрим, что от него осталось. К сожалению, на этом доте никаких надписей. ничего нет. Я даже не знаю, что это за часть дота. Вот. А, вот донт Ленинкеля номер 7. Вот здесь красочкой подписано. Стоит свечка. Молодцы, молодцы. Ребята помнят, сохраняют, пытаются хоть как-то донести до новых поколений эту историю. Вот, смотрите, вот он дот взорванный. Обратите внимание, вот это разлетевшиеся куски при взрыве. вот арматура. Вот сейчас ногу поставлю, чтобы поняли, какой толщины арматура. Так, давайте пройдем вот так вокруг, поднимемся наверх, посмотрим с той стороны, что представляет из себя остатки этого дота. уже все повросло деревцами, елочками. Нет, здесь просто холм и все. достаточно высокий холм, но ничего не сохранилось. Обратите внимание, очень много следов откопателей. Видите, вся земля изрыта ямками. ищут, ищут местные следопыты здесь. Вот, видите, с вершины обзор. Сейчас, конечно, все закрывают деревья. и вот представьте, 1939 год, это больше 80 лет прошло. Считайте столько лет вот этим деревьям. Для леса это, конечно, не возраст. вот, вот, это что такое? Здесь не только арматура, но такие профили. Вон, какой толщины, смотрите. Это уже сгнил кусок рельса, наверное. Да, очень похоже. так, ну-ка, вот там что-то интересное. То есть оставим дот на месте и идем за дот, если следовать по вектору наступления советских войск. Вот, вот. А вот она линия окопов. О, тоже кусок от дота отлетевший. Смотрите, смотрите, какое расстояние нехилое. кусочек кусочек отлетел. А вот линия окоп. Смотрите, они практически идут, наверное, практически от залива. Окопы тоже все перекопаны, видно, искали, где были блиндажи, видите, копатели. И вот эта линия, вот, если вы посмотрите, вот она так и тянется, извиваясь. Правда, я не знаю, чьи это окопы, или финские, или наши. хотя могу предположить по форме, что все-таки финские. Видите, все окопы изрыты. Но я думаю, здесь много чего можно найти с войны после таких страшных боев. много здесь что откапывают черные копатели. Вот. Тоже кусочек отлетел. Этот еще дальше. Все. Вот. А мы с вами идем вдоль линии окопов. Линия окопов идет к дороге к современному шоссе. Сейчас мы поднимемся вот на этот холмик. еще раз осмотримся. Красота еще кусникой поросла. Да, вот заканчивается линия окопов перед шоссе. Дальше уже все сглажено. На той стороне дот номер шесть мы видим. Вот он. Я приблизил его. Вон табличка находится вот вот оттуда наступали наши войска и вот дорожка по лесу идет к доту номер семь. Вот такое путешествие в этот раз получилось у нас. А по Приморскому шоссе летят машины из Питера Приморск. Всего хорошего. Хороших вам путешествий. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор